В этом году моя осень началась с довольно глобальных перемен, переезд, также закончился мой декретный отпуск, дочка пошла в детский сад. Весь сентябрь выдался очень теплым, получилось застать солнечные дни, и, конечно, это помогло без стресса влиться в новый ритм. Я сейчас в Леонардо и хочу поискать носочную пряжу, повязать носочки. Сейчас буду смотреть, что найду, и покажу вам. А нашла пряжу вот такая. Понравились оттенки. Нежные, классные, как я люблю. А еще вот такая пряжа, чем-то похожа на рафию. Можно сумки из такой вязать. Вот так называется. Рафно-папир. И по стоимости не сильно дорогая. Целевоза, стопроцентная. Понравились еще вот такие наборы для вышивки. Вот, а если вы не умеете еще пока вышивать, не знаете, что с чего начать, можно вот такие наборчики покупать. С подробной инструкцией. А, есть наборы уже сразу справятся. Конвой с нитками. Подобрано. Ну, вот именно вот этот мне не нравится. А, есть там еще вот такие. А это не одно и то же, и то и это. Или она разная, по-моему. Нет, разные. То Волковская, а это... Так, пара булочка. Ну, дальше. Сейчас идем за корфер. Ну, и зашла, конечно, в раздеркнутый крик. И, кстати, смотрите, что здесь нашла. Покажу вам еще набор, который у меня появился. Это наборы для создания вот таких кукол. Они есть разные. Есть более простые, есть посложнее. Вот это одна из самых сложных, по-моему, там, вариантов серии Меодола. Я покупала в Леонардо. Можно найти и на Львоне, и на Балберис, наверное, и даже и на Алиэкспресс, по-моему, в видео. Здесь есть все, что нужно. Выкройка, наполнитель. И ткани. Я уже очень давно засматривалась на эту серию, и хотелось попробовать. Мне кажется, осень это прям идеальное время для того, чтобы что-то новенькое пробовать. И покажу вам, какие ткани были в наборчике. Я их уже переложила в свой рукодельный стеллаж. Вот такие классные. Это для одежды. А вот это плюшевая ткань. Не знаю, видно вам фактуру. Из нее будет сам зайчик. И даже кусочек для обуви положили. И вот это тоже для одежды. А вот такую пряжу я выбрала для носков. Вот такая. Так, а какой там состав? Вот состав 75% шерсти и 25% нюанс. 100 грамм на 400 метров. Я думаю, что он, в принципе, на два носочка хватит. Хотела взять обычную белую, но мне понравилось, что здесь такая небольшая меланжевость. Мне их... Думаю, так интереснее будет. В последнее время я начала особенно любить ранние подъемы. Утро для меня единственное время, которое можно провести максимально продуктивно. И это дает невероятный заряд энергии на весь день. Активирует силы. Ну, а я изучаю учебничек. Мой. В такой остановке классный. КОНЕЦ Так, хотела с вами немножко поговорить вообще о том, как будет развиваться дальше мой канал. О каких-то планах. Я уже сказала вам в начале видео, что моя осень началась с того, что закончился мой декретный отпуск официально. Так было нужно. Конечно, с удовольствием бы посидела еще годик, пока малышке исполнилось три. Но такой возможности больше не было, к сожалению. Также у меня сейчас началась учеба. И в связи с этим всем остановился развиваться мой блог. Я думаю, вы это заметили. Также еще важные семейные изменения у меня в жизни произошли. Об этом писала. Но не хочу пока на этой теме как-то подробно останавливаться. Я сильно как-то не готова это обсуждать. Вот. Но в связи с этими всеми переменами, к сожалению, на паузе стоит развитие моего блога. Появилось очень много других дел, которые нужно делать. И мне нужно было время для того, чтобы понять, как вообще мне дальше совмещать ведение блога и новую реальность. А так как у меня творческий блог, он требует, естественно, большого количества времени. Нужно что-то постоянно делать, чтобы это снимать и показывать. Например, мои летние проекты, которыми я делилась, которые я хотела вязать по своим расчетам каким-то, они у меня сейчас стоят на паузе. Вот. Собственно, поэтому мне нужно было время для того, чтобы понять, как дальше мне действовать, сколько времени я смогу отводить на блог, потому что я не хочу его забрасывать. Очень много работы в него вложено, очень много вдохновения, очень много мотивации. И мне он дорог именно как какой-то такой творческий уголок для моей души. Разрядка обычной бытовой рутины, которая есть у каждого человека. Мне не хочется это просто вот так вот сейчас бросить и сказать, хватит, все, у меня нет времени. Поэтому я не буду этим заниматься. Нет, я постараюсь находить время. Не знаю, буду раньше вставать, чтобы что-то делать. Но единственное, конечно же, видео будут выходить реже, по мере того, как я буду накапливать материал, какие-то работы. Но я довольно часто делюсь с вами происходящим на своей страничке в Инстаграм. Еще у меня есть моя группа ВКонтакте, поэтому там я бываю чаще. Можете подписываться на эти странички. Я сейчас планирую заниматься в основном какими-то маленькими проектиками, которые, в принципе, не требуют большого количества времени. Может быть, игрушки буду продолжать вязать. И, конечно же, с удовольствием буду этими процессами делиться. Носочки сейчас хочу сделать, потому что это тоже довольно небольшой и необъемный проект. Они требуют много времени. Еще я думаю, что вы заметили, что я теперь снимаю из новой локации, потому что у меня произошел переезд. Наверное, одно из главных событий этого года основное. Малышка пошла в детский сад. Ну, а мы с вами сейчас пойдем в магазин. Мне нужно купить кое-что из канцелярии. И пройдемся мимо одного классного места, мимо парка, рядом с моим домом. Здесь, кстати, вдоль водоема есть еще вот такая дорожка. То есть можно прям по периметру прогуляться. Здесь некоторые бегают. А вот, кстати, жители местные. Ну и прилимы на них. Интересно, куда они деваются зимой? Их отлавливают? Или что с ними происходит? У меня с собой даже ничего нет, чтобы их покормить. Хотя, насколько я знаю, их нельзя вроде хлебом кормить. Потому что он у них на желудках разбухает. Им от этого плохо. Нужно кормом специальным. Сейчас, кстати, если набредем на белок, то я бы мы их поснимаем. Потому что здесь в парке их очень много. И прям из рук их можно кормить. Вот и белка. Музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы смотрим, как это все в уменьшенной модели смотрится. Пока что идет разработка плана в концепте. Это довольно долгий, объемный процесс. И только после этого, после всех зарисовок, после того, как будут разработаны все чертежи, мы вручную уже начинаем работать в программе, моделировать уже все чертежи и сам проект. Музыка Музыка На учебу. И ловим, наверное, сейчас последние теплые денечки. Пока еще можно походить без куртки. Все, пошла я. Музыка Очень часто видно, что это все-таки имитация, а комитация в нуждении неоднозначная. Делаю сейчас раскрой по деталям для игрушки. Разложила на ткань. Сейчас нужно их обвести. Собственно, вырезала уже все детали для выкройки. Потом уже тогда приступлю к одежде, когда закончу с туловищем. Музыка 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 Почитала правила использования этих игрушек в коммерческих целях. Например, если использовать выкройку и шить, например, игрушки на заказ или продавать и использовать какие-то свои ткани. Потому что это классная идея, которая мне тоже в голову пришла. Но, к сожалению, так нельзя их использовать. У них в правилах написано, что если вы хотите использовать игрушку в коммерческих целях, то, соответственно, нужно покупать набор. Поэтому набору шить и продавать. И в случае чего нужно будет еще доказать факт того, что вы покупали именно набор, и по нему шьете. Вот, конечно же, обязательно указывать ссылки на сайт официальный. Так, у меня сшиты все детали. И сейчас буду их набивать. И нужно еще сделать крепление. Здесь, по-моему, винтовые крепления. В первый раз буду их делать. Не знаю пока как. Вот, но у них вроде бы есть на сайте видео-мастер-класс, как их делать. Вот такие крепляжи. Доделала головку, набила. Набивается вот такими опилками. За счет этого очень-очень плотно. Очень-очень плотно получается. И потом можно даже немножко долепить форму руками. Вот такая. Вот такая. Продолжение следует...